Синяя Птица 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 Остаются гости в чужой зоне Здесь здорово, защитник отработал Хорошая передача Доль борта была сделана И на скорости врывается в чужую зону Нападающий Синяя Птица Пытается проткнуть шайбу в направлении своего партнера Не получилось Дворянкин идет на двоих Его встречают, но не было нарушения правил Дворянкин лежа там пытается Шайбу Своему партнеру отпасовать не получается Здесь ошибка при приеме И смена Поскольку Смирнов не сумел толком шайбу обработать на выходе из зоны Не осталась она Во владениях Дианы Ганжур И снова у Смирнова проблема Но на этот раз получилось Шайбу в среднюю зону вывести Груни Смещается центр Будет бросать В направлении дальнего угла Бросок последовал Не точно Зона закрыта Наброс от тени линии Ганжур шайбу накрывает Ловушкой Но бросок был не опасным Не сильным И Диана Без проблем с ним справилась Сейчас Марина в чужой зоне располагается Но все-таки гости фавориты Этой игры На втором этапе у них Три победы из трех возможных У синептицы пока набранных очков нет И более того Всего одну шайбу В двух играх эта команда сумела забить На пятаке здесь куча мала Фиксирует шайбу Дианы Ганжур И смена Еще один бросок по воротам Вбивает шайбу перед собой Ганжур не удается ей зафиксировать Ее сразу нужно переместиться в ворота Без клюшки сейчас галкипер Подать нужно ее Ну же Должен кто-то Должен кто-то это сделать Не получается шайбу зафиксировать Диана уже на щитках сидит Даже не пытается подняться И клюшку так ей никто и не подает Ну вот наконец все-таки удалось Орудие труда свое заполучить Обратно Не было здесь нарушения правил И здесь надо бежать Надо набирать ход Здесь могли жестко встретить Владислава Третьякова Первым к шайбе успевает Пересыпки Передача на пятак И снова Снова Диана Ганжур в игре 5 минут и 45 секунд сыграно В первом периоде Счет пока не открыт 0-0 Но Марина в последние минуты Очень активно выглядит Поддавливает Кист этой команды своих соперников Бросок поворотом И очередной сейф галкипера Сразу с отбрасывания последовал Выстрел такой Кистевой Бросок щитком К шайбе отбивает Диана Передача вперед Здорово Абрамов Передача Бросок поворотом Как сейчас Ганжур спасла свою команду Фантастический момент был у Марина Абрамов В углу там шайба Застряла Нужно передачу вперед сделать Попробовать убежать Один на один Сейчас может быть момент Снова не получается И в стропов Нарушение правил Нарушение правил было У синей птицы Передача И все Игра остановлена Как-то наконец удалось шайбы коснуться Киевские синие птицы Это значит, что Удаление в составе этой команды Будет зафиксировано На две минуты Отправляется Михаил Евстропов И около половины Периода уже позади Бросок поворотом Подправление Опасно как было Нужно шайбу из зоны Вывести Не получается Это сделать Долгополов там бросал Поворотом Выходит шайба из зоны Возвращает ее туда Кейст Марина И полетели Полетели Атаковать Еще один бросок Попытка Подправить шайбу в ворота И выносит ее защитник А здесь можно попробовать убежать Сергей Арбузов Видит партнера И передачу делает Бросать надо Ответный пас Пошел Ну хотя может быть Это и бросок был Ой-ой-ой Здесь Арбузова Атакуют Неправильно И удаление Фиксировано В составе команды Марина Нарушение правил Было очевидным Две минуты Зарабатывает Восьмидесятый номер Артем Драгунов А нет Все-таки А вот оно как Драгунову дали Десять минут За атаку сзади Сейчас Наказание будет Отбывать его партнер Ну а Драгунов Появится На льду Только во втором Периоде Да, учитывая, что Составы играют Всего Два периода По 15 минут То Драгунов Лишил себя Огромного количества Игрового времени Для него сегодня Хоккей будет Не так много Как он планировал Врывается в зону Грунен Классно На улитке Убирает соперника Бросает ближние угалы И справляется Галкипер Прекрасно Все сделал Грунен Вошел в зону Улитка В сторону борта Защитник С виража Срывается Остальные Пролетают И Грунен Уже беспрепятственно Абсолютно Наносит Бросок Поворота Проброшенная Шайба на ход Отличный момент Бросок Поворота Ганжу Шайбу Фиксирует Полетел На добивание Хоккеист Марина Видит Что Не рассмотрел Галкипер Рассмотрела Галкипер Шайбу Сразу 17 секунд Для реализации Численного преимущества У Синептицы Бросок Поворотом Шайбы рядом Со штангой Проходят Передача На пятак Успевает Здесь защитник Помешать Бросить Пантюхов Можно бежать Можно бежать Набирает Ход Пантюхов Смещается В центр Бросок Поворота Можно было Наверное И Чуть ближе К чужим воротам Подобраться И Контратака Марина Выбивает Шайбу Пересыпкин Здорово Здорово Пошел в обыгрыш Попадающий Синептицы Ошибка Перехват Попытка Бросить Неудобный Максима Абрамова Забирает Ход Какие Синептицы Пересыпкин Что будет делать Будет обыгрывать Классное Оставление И бросок Еще одна Передача Пошла Но наверное Лишним Был уже Этот пас Пересыпкин Здорово Оставил Шайбу Партнеру И в отборе Тоже Очень-очень Хорошо Этот хоккеист Затем Сыграл Доколок Ходит в зону Будет бросать Прячет Шайбу От соперника Оставляет Я на своем Крюке И передачу На пятак Делал Выведена Шайба Из зоны Пантюхов Пытается Выиграть Этот забег В скорости Притяков Это Владислав Был Винону Атаковал Соперника Братцов Поворотом Ганжур Очень высоко Здесь сильно Повтор Сейчас можете Видеть на своих Экранах 1-0 Марина Выходит вперед К этому Все шло Марина Больше Атаковала Марина Больше моментов Наконец Один из своих Моментов Они реализовали Но и у Синептицы Есть шансы Есть возможности Для того Чтобы все-таки Огорчить Павла Ракова Хотя конечно Бросков по его Воротам Фактически В первом Периоде Мы не видели Две с половиной минуты До конца Этого периода Длинная передача Вперед Накрывает Защитника Рвется Вперед Грунин Входит в зону 3 в 1 Грунин Сам будет бросать И в дальнюю 9 Попадает Грунин 2-0 Прекрасно Все было сделано Вошел в зону И не оставил Шансов Галкиперу Прекрасным Кистевым броском Направляет Вторую шайбу В воротах Ганжур Счет становится 2-0 Классная атака Удалась Марина И не менее Классное Завершение От Грунина Падает здесь Защитник Падает и нападающий И здесь Ганжур Уже Чтобы остановить Наконец Эту серию падений Прижимает Шайбу Ко льду Вбрасывание в зоне Синяя птица Выигрывает ее Кокеист Выигрывает Его Кокеист Хозяев Борьба у борта И здесь Надо накрыть Защитника Опасно Опасно Ганжур Накрывает Шайбу Накрывает Шайбу Ганжур Игра Площади Ворот Была Арбитром Зафиксирована Вбрасывание Выносится В среднюю Зону 1 минута И 8 Секунд До конца Зонов Передача вперед И там никого нет Пытается Здесь Третьяков Накрывает Соперника И удаление Фиксирует Арбитр Бросок Поворотом Последовал И игра Остановлена Удаляют Удаляют Здесь Ростислава Третьякова Неправильно Он атаковал Соперника И есть еще 36 секунд На реализацию Численного преимущества У Марино В этом периоде Если этого сделать Не удастся То Время большинства Перенесется На второй Игровой отрезок Опасно Снова Оказывается Диана Без клюшки Накрывает Понтьюхова Не сумел Он из зоны Выбраться Хорошая передача Третьяков Понтьюхов Обыгрывает Игрунин И все Заканчивается Этот период У нас небольшая пауза После чего вернемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь нужно набирать ход, попытаться обогнать защитника. И сразу три хоккеиста «Синептицы» собирались это сделать, но ни одному из них не получилось это осуществить. Грунин устоял в борьбе с соперником. Передача на пятак. Подправление. Ганжур ложится и фиксирует эту шайбу. Не просто пришлось галкиперу. Вот «Синептицы», но справилась она. Бросок поворота. Выведены шайбы из зоны. И здесь можно протолкнуть шайбу мимо защитника Арбуза. Сумел устоять на ногах, хотя клюшкой его там как следует охаживали. Передача в зону. Поборется Смирнов. Первая успелка этой шайбе «Аскольд». Закрыта зона защитником. Набрасывает он шайбу на ворота. Попадает в своего хоккеиста. А здесь может получиться выход 1 на 1. Сухов. Бросок. Гол. 3-1. Без шансов для галкипера. Дмитрий Сухов. Убежавший на рандеву с Ганжур. Шайбу в верхний угол ворот. Отправляет. Две минуты и двадцать секунд сыграно во втором периоде. И уже две шайбы мы в этом игровом отрезке увидели. Итак, брасывание сейчас будет осуществлено в средней зоне. Шайбу галкипер прижал ко льду. Игру остановил. Но в этот момент было положение вне игры у хоккеистов Малина. Поэтому шайба выносится в среднюю зону. Опасно! Закрыта зона. И здесь можно попробовать убежать. Но не надо в зону входить. Раньше времени получилось. Передача вперед. И вот добивание будет. Да! Три-два! Владислав Третьяков забрасывает вторую шайбу своей команды. Ну и здесь, конечно, провалилась оборона Марина. Галкипер шайбу перед собой отбил. После того, как в него буквально приехал хоккеист тени птицы. И, конечно, Третьякову труда не составило попасть по пустым воротам. Три-два! Три минуты и девять секунд. Пока идем по графику гол в минуту во втором периоде. И это радует. Это здорово. Посмотреть за таким хоккеем интересно. Не удается зону закрыть защитнику «Синяя птица». Гурав, передача неточная. Контратака гостей. Можно здесь обкатить по широкой. Бросок с неудобной. Абрамов бросал. Неточная передача. Грудин идет в обыгрыш. Бросает поворотом. Еще один бросок. Опасно было. Передача на пятак. Не получилось там бросить сразу. Грудин. Виаза входит в зону. И положение вне игры. Все-таки забрался раньше времени его партнер. На чужую зону. Виа. Грудин. Форн. Иarre Sec Maisно. Виoney см for alive. Иiked. Играет. Бросок. Играет. Защитник первым, конечно, будет на этой шайбе. Бондаренко. Хорошая передача и выход 2 в 0. И как сейчас была обрезана вся пятерка Синептицы и Ганжур. Спасают свою команду. Да, потрясающий был момент сейчас у Мариана для того, чтобы упрощить свое преимущество. Но Диана Ганжур сказала нет. Сказала нет. Она нападающим и остановила эту атаку соперника. Ну, конечно, такие провалы нужно постараться исключить. Хозяеву. Вся пятерка была отрезана одной передачей. Передача на пятах. И здесь нужно было шайбу обработать как следует Ростиславу Третьякову. И было бы там время на бросок, но у него это сделать не получилось. Абрамов. Передача. Сухов. Входит в зону Сухов. Шайба покинула пределы площадки. Пять минут и тридцать шесть секунд сыграно во втором периоде. Ну, и здесь снова выигрывает забег Акист Марина. Не дает шанс выйти один на один с своим галкипером. Пересыпкин закрывает зону. Хорошо. И бросать надо. Звучит свисток. Арбитр останавливает игру. Удаление. Итак, вбрасывание в зоне Марина. Выиграют его гости. Не получается закрыть зону Митрофанову. Выброшена шайба и снова-снова к ней мчатся и одни и другие. И снова первым успевают такие гости. Ускоряется здесь к этой шайбе на Эль Мустафин. Марина в полном составе. Хорошая передача. Бросок по воротам. Не точно. Мустафин обманывает защитника. Бросает. Передача получается. Бросок. Но там уже галкипер оказался в этом ближнем углу. Успел переместиться. И шайбу забрал. Здорово прочитал этот эпизод кипер Марина. Половина второго периода у нас тем временем позади. 3-2. Гости пока выигрывают. Долго готовил этот бросок. Пересыпкин. Ганжур останавливает игру. Вбрасывание в ее зоне сейчас случится. Грубо. Спасибо,我也 разобраюсь. Грубо. Это достаточно. Добро п patch. Мину, я дал все под IBM Teц. Грубо. Его покgranали. Грубо. Первое возвращение. Арбузов входит в зону, его оттесняет Абрамов к борту. Грудин набирает скорость, но его останавливают. Пытается здесь нападающий навязать борьбу сопернику. Здесь удаление в составе Марина, судьи все видят, судьи фиксируют нарушение правил и на скамейку для оштрафованных Даниил Вязов. Отправляется большинство для синей птицы. Ну и снова здесь затягивает с броском игрок-хозяев. Времени мало дают какие-то Марина на то, чтобы совершать броски. Нужно это делать как можно быстрее. Ганжур вышла из ворот. Шайбу зафиксировала и сейчас здесь разъяснительную беседу проводят с хоккеистом Марина, который клюшку туда на суном уже после свистка. Шайбу зафиксировали. Можно попробовать убежать. Выход два в одного. И удаление в составе как одной, так и другой команды. Что-то там не поделили хоккеисты. И сейчас, конечно, потрясающая атака у синей птицы могла получиться, если бы не этот свисток арбитра. Итак, посмотрим, какие наказания там раздали арбитры. Скорее всего, это обоюдная, одинаковая история. В формате 4 на 3 будет игра продолжаться. Сейчас разъяснение дает один из арбитров тренеру Марина. Итак, две минуты далее. Кейсту Марина, видимо, как зачинщику этой истории. Или, может быть, десятку. Ну, вот сейчас разъяснения были даны всем, кому необходимо. Игра в формате 4 на 3 сейчас продолжится в течение 31 секунды. Команды будут играть в формате 5 на 3. Они должны играть. Пятый какие-то. Так, странно, странно. На табло одна информация, на льду увидим немножко другое. Ну, окей. Бросок поворотом. Застревает шайба. Защитники. И вот сейчас, наконец, арбитры увидели, что нет одного кейста Синептица. Но тут и тренер, конечно. Синептица должен был обратить внимание на то, что команда имеет двойное численное преимущество. И так, вбрасывание в зоне Марина. Бросать поворотом нужно. Передача пошла. Бросок. Пытается здесь не дать Шабе выйти из зоны. Сделать этого не получилось. Контюхов входит. Передача на Третьякова. Тому бросить не дают. Появляется четвертый хоккеист Умарина. Пять минут остается играть командам во втором периоде. Передача на пятах. Успевают здесь накрыть нападающего. И контратака. Контратака Синей Птицы. Остановлено. Игра. Положение вне игры было зафиксировано. Бросок поворотом последовал в то время, как партнеры по команде находились в зоне. Не успели выйти. И в связи с этим вбрасывание выносится в зону Синей Птицы. Ивстропов там бежит, бежит, бежит к сопернику. Но за своими воротами Бондаренко наполняет улитку и разбирается с нападающим. Убирает его с своего пути. Дворянкин. Дворянкин. Передача получается. Обросить с разворота. Обросить вот так вторым темпом. Не получается ни так, ни по-другому. Ивстропов бежит к защитнику. Успевает закрыть зону. Митрофанов, но ошибается. Абрамов. Пытается подстраховать своего партнера по команде. Тимофей Кондратьев. И удаление. Фиксирует арбитры. Дворянкин отправляется на скамейку для оштрафованных. И то же самое на Казани. Итак, игра в формате 4 на 4. Сейчас будет проходить. Бросок поворота. Ганжур отбивает шайбу. Не получается ловушкой ее зафиксировать. А сейчас шайба до голкипера просто-напросто не доходит. Тимофей Кондратьев отправился на скамейку шторфников по «Синей птице». Ну и Кирилл Дворянкин за толчок соперника на борт отправляют отдыхать. Грунин тащит шайбу. И удаление. Фиксирует арбитр. Клюшка там была выпущена из рук. Такие-то синие птицы. И все это привело к удалению. Две минуты из 38 секунд остается играть в этом периоде. Ну и затем составы поменяются. Синей птицы. Можно здесь попробовать Третьякову попрессинговать соперников. И здорово у него это получается сделать. Нарушение правил. Пошли нам на Третьякова активно. И лишили возможности забить. Подножка, наверное, будет зафиксирована. Да, так оно и есть. Это подножка. 37 секунд. Остается играть. Нам в формате 4 на 4. И затем у синие птицы будет численное преимущество. Так им необходимое в эти последние минуты второго периода. Бросок по воротам. Точности ему не хватило. Панчухов здесь пытается забрать шайбу у соперника. И он падает. Он, я имею в виду, защитник, которого Панчухов прессинговал. Правда, не получилось довести дело до броска. Панчухов. Панчухов. Сейчас Марина в полном составе будет. Сразу после вбрасывания появится на льду пятый хоккеист. Опасно может быть. Третьяков. Бросок с неудобной. Рядом со штангой. Шайба в зоне осталась. Панчухов. И передачу надо сделать. Ай-яй-яй. Какой момент сейчас? И момент-то не закончился. В направлении ворот Панчухов в шайбу. Отправлял. Абрамов. Абрамов. Передача. Бросок. И с неудобной. Забивает четвертую шайбу хоккеист Марина. 4-2. Счет становится. Хорошая контратака получилась. И, по-моему, Сухов отличился. Абрамов сделал передачу. Абрамов сделает. Абрамов. И. 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 Отправляет Шайбу в чужую зону хоккеиста Марина. Еще одна передача на пятах. Ждал ее защитник. Передача. Надо бросать поворотом. Остается буквально несколько секунд. И все. Звучит сирена. У нас пауза, после чего составы поменяются. Мы вернемся и продолжим. Пауза. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Я же знала, что это время. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Не получается бросить поворота Шайба осталась в зоне Синей Птицы Здорово, Хоккеиста Марина навязывает борьбу Можно бросать, рикошет Качин бросал Контратака хозяев Передача Надо бросать Еще один пас Ничего себе Как они разыграли Бабак делал передачу на Шумейкина И тот бросал в касание Летать яхнес Передача на Питак Таможенный там пытался в касании выполнить бросок Шумейкин Хорошая передача Хорошая передача Нужно вывести шайбу из зоны И пошла передача Передача не точная Передача не точная Придется войти в зону Но сейчас все Вышло как нельзя Кстати Бросок поворота Бросок не точный Передача на Питак И в касание Рядом со штангой шайбы проходит Песков бросал Передача на Питак И надо решать Бросок Справляется галки Первый снова на подборе первых кисты Марина Таможенный Таможенный Передача Пустые ворота Как сейчас вратарь Сумел здесь свою команду выручить Как он успел переместиться И все-таки шайба в воротах отказывается Там на Питачке Здорово поработал Роман Песков И счет становится 7-2 Синяя птица в атаку устремляется Стрелков был с шайбой Роман Песков Предыдущую шайбу В ворота Отправил Копчика Упускает Упускает шайбу Качан Фамилия Качан Итак, вбрасывание в зоне Марина Что-то по-прежнему 7-2 в пользу этой команды Может контратака получиться Здесь Защитника шайбу забрали Передача Бросок поворота В направлении дальнего угла Песков И шайбу Посылал Ловушкой Голкипер ее зацепил Еще один момент Клинин Таможенный Бросок поворота Песков уходит за ворота Набирает Кот И атака 3 в 1 Песков выйдет 1 на 1 Выдет Да, Кота не ему позволяет Это сделать Бросок в ближний угол Около 5 минут Остается играть В третьем периоде Таможенный Теперь он попробует Всех объехать И у него тоже Это получится Таможенный Выход 1 на 1 Бросок Ловушкой Голкипер шайбу Цепляет Не дает Дальневерке Ей пройти Таможенный С неудобной Добивания И затолкали Роман Песков 8-2 Вовремя Песков оказался На добивании Сейчас замена Голкипера Случится Ворота Будет защищать Иван Патрус Бросок Поворота Бросок Бросок Патрус На месте Не разобрались Кто должен идти в угол За этой шайбой Хоккеисты Марин Но все-таки Успели Первыми К ней Хороший отбор И надо бежать Вперед Бросок Поворотом В исполнении Егора Проняева На пятах На пятах Вылезает Нападающая Синептица Бросок И контратака Марина Мимо ворот Шайба была послана Догоняет Клитотехнист Соперника Шайба У него Забирает Здесь сам Нападающий Марина Шайбу Подхватил Прошел Всех Забросил Это 24 номер Егор Клинин Дали ему возможность Продраться к чужим воротам Чем он и воспользовался 9-2 Хорошая передача Не удалось Шайбу как следует Обработать Две минуты До конца Периода Таможенный Привозит в борт соперника Шайба Синептица Все-таки удается вывести Скорее из-за ошибки Защитника А здесь попробовать Поддавить Навязать борьбу И удаление В составе Синептицы Сейчас Будет Зафиксировано И последние 58 секунд Периода Марина Проведет В большинстве Итак Вбрасывание В зоне Синептицы Выведена Шайба Из зоны Соколов Первый На шайбе В направлении Стрелкова Она была послана И Стрелков Ее из зоны Выводит 28 секунд 28 секунд До конца Периода Вбрасывание В средней зоне Стрелкова Можно 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 Входить В зону Выход 1 на 1 5 секунд До конца Таможны Бросок С неудобной Выше ворот И все Время Третьего периода Истекло Немножко отдохнем И вернемся 9-2 пока Третьего периода Третьего периода Третьего периода Третьего периода Продолжаем наблюдать за поединком между «Носиней птицей» и «Марина». Четвертый и заключительный период нас ожидает. Контратака хозяев. Рвался к воротам Валерий Бабак. Я думаю, что 10 шайб. Отметку в 10 шайб все-таки «Марина» удастся преодолеть. Что касается «Синей птицы», то тут, конечно, желательно было бы хотя бы раз. Но это я сижу по тому, как складывалась игра в третьем периоде. Тяжеловато приходится этому составу «Синей птицы» против соперников «Измарина». Можно бросать. Бросок последовал. Егор Кленин атаковал ворота. «Синей птицы» Шайба вышла из зоны. Пяти сад. Вторым номером играет. Это и не Мудрено. С какой-то фамилией. И амплау у него, конечно, защитник. Передачу нужно сделать здесь было на партнера. Но Клитотехнис сразу не разглядела. А сейчас она выходит один на один. Бросает и забивает. 10-2. Анастасия Клитотехнис. В десятую шайбу отправляет ворота «Синей птицы». И стал с партнером делиться. И сделала все сама. «Синей птицы» Шайба в зону «Синей птицы» попадает. «Синей птица» Таможенный. Бросок! Справляется «Патрос». Добить не получается. Шаба в зоне осталась. Еще один бросок выше ворот. На этот раз угрожал воротам Егор Кленин. Проняя здесь Кленина попытается трейсинговать. Выходит шайба из зоны. Казалось мне, но здорово-здорово сыграл 27-й номер Денис Клесарев. Пытается шайбу на пятак привести. Хоккеисты Синие Птицы. Бросок и гол. Гол они забивают. Здорово эту смену провели. И делают счет 10-3. Как следует поборолись на пятаке. Доставили шайбу туда. И затем с добивания отправили ее в ворота. 3-39 сыграно в четвертом периоде. Счет 10-3 в пользу команды Марьино. Успевает голкипер клюшкой сыграть. Бросок по ворота. Снова Патрус справляется. Добивание. Гол! Арсений Шибанов 11-ю шайбу в ворота Синей Птицы отправляет. 11-3. И здесь удаление. Судя по всему, да? У нас зафиксировано. Нет, все, нет. Это просто всего лишь положение вне игры. Борьба в студии Синей Птицы. Набирает ход нападающие Синей Птицы. Входит в зону. Это платон Стрелков. Плитотехнис его в борт привозит. Через защитника здесь можно было сыграть. Последовала передача на пятачок. Бросок в касание. Заблокирован он был. Но шайба остается в зоне Синей Птицы. И нужно здесь вывести шайбу из своей зоны. Может быть, за счет индивидуальных действий. Это получается сделать у Стрелкова, но его сносят там буквально. Там плитотехнис прокатилась на ком-то из хоккеистов. Синей Птицы. Передача. Передача не точная. Положение вне игры. Передача. Петухов. Сталкивается там с кем-то из соперников. Быков. Марина в чужой зоне. Попытка сделать передачу на защитника. Попытка неудачная. Половина четвертого периода тем временем прошла. Попытка неудачная. 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 Песков Таможный будет первый на этой шайбе И в итоге игра остановлена голкипером Вбрасывание в зоне хозяев 11-3, Марина уверена и спокойна в этом матче ведет Бросок, поворота Выйти нужно было из зоны партнера И еще одно оббрасывание, на этот раз в средней зоне Передача вперед Врывался в чужую зону Валерий Бабак Качан Качан тащит шайбу вперед Обманывает соперника И туда в направлении ворот шайбу посылает Выходит она из зоны синей птицы Выбирает ход защитник Здорово, бросок, поворота Это Качан, по-моему, атаковал Ротопатрус, а здесь кликтотехница зарабатывает удаление на себе И минута большинства для ее команды Итак, вбрасывание на зоне хозяев Естественно, потому что удаление в их составе случилось Послана шайба вдоль борта И выходит она все-таки в среднюю зону Хороший перехват Выход один на один Бросок И шайба в ворота 12-3 Забивает очередную свою шайбу Тимофей Таможный И повтор Этого гола вы можете увидеть Реализовали численные преимущества Хоккеисты Марина 12-3 Субтитры создавал Дима Субтитры создавал Дима 12-3 История Качан 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 Хороший момент Бросок в ворота Еще одна шайба в ворота К синей птице На этот раз автором гола становится Роман Песков Качан 13-3 И еще Практически пять минут Практически пять минут Чтобы играть В этом матче Качан Сразу с обрасывания шайбы подхватил Песков пролез через всех и нанес Бросок между щитков голкипера Качан Петухов Шибанов Хорошая передача Таможенный Выход один на один Бросок Патрус справляется на этот раз Еще один бросок Еще один бросок Еще один бросок Шайба там на пятаке Мечется Пытается ее вывести из зоны хоккейст Синие птицы Опасно Гол 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 Еще один гол Парадок синие птицы оказывается На этот раз Арсений Шибанов По-моему становится автором Незаброшенной шайбы И вот так вот в одной смене Вся тройка Атакующая Марина Сумела отличиться 14-3 Плита технис Передача Бросок касания Выше ворот Копчиков атаковал ворота Не попал Нужно вывести шайбу из зоны постараться Здорово здесь хоккейсты синие птицы расположились Передача на партнера от Кирилла Шумейкина Передача не точная Нарушение правил Зацеп Додержка соперника клюшкой Фиксирует арбитр Денис Клесарев Стравится отдыхать А нет, прошу прощения 22 номер Валерий Баба Правила нарушил Мельников Шайбу в зону доставляет Мельников Шайбу в зону доставляет Шайба в зону доставляет Большинство для Марина опасно Быков бросал Еще один бросок. Добить не дают. Но шеба ставится в зоне синей птицы. Здесь зона закрыта. Мельников. Хорошая передача. Таможный. Бросок в ближний угол. Галкипер шайбу вылавливает. Последние две минуты матча начинаются. 14-3. Именно с таким счетом хоккеисты Марина обыгрывают синюю птицу. И что у нас здесь? Устанавливают арбитру игры. В полных составах команды. Шибанов. Пробрасывает шайбу себе на ход. Но там ее Песков сумел подхватить. Песков. Рвется сквозь тела соперников к воротам. Возвращает Мельников шайбу в зону. И снова защитник Марина надежен. Таможный на паузе. Готовил бросок. Последняя минута матча пошла. Вошел в зону раньше партнер по команде. Один из хоккеистов синяя птица. Передача вперед. Песков. Красок и гол. Еще одна шайба в воротах. Синяя птица оказывается. Ее автором становится 91 номер Арсений Шибанов. Ну вот и до 15-ти хоккеисты Марина добрались. И второй состав в этом матче забросил у Марина 11 шайб. 11-1. Вот именно такой результат. Противостояние вторых составов. Первые закончили, я напомню, свое противостояние со счетом 4-2. Бросок. Отбивает шайбу голкипер. Ну и последняя атака в этом матче. Давайте, давайте, парни. Синяя птица в атаке Проняев. Не спеша обыгрывает соперника и бросать надо. Бросает Проняев. Добить. Не получается. И все. Поздравляем Марина с победой. Матч завершен. Для вас работал Александр Полюбкин. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова